Зону, зону, зону заходи с броском! С броском! После таких эмоциональных подсказок тренера команда просто не могла не забить сопернику. Свою вторую шайбу в этой встрече забросил Глеб Лаптев. Молодой хоккеист говорит, что слышал подсказку доставника, да и коллектив в этом сезоне стал намного боеспособнее и сплоченнее. Да, он нам подсказывает, как правильно делать, и у нас получается. Вроде все, в пас играли хорошо, не получалось обводить, много водились. В пас надо больше было играть. Центральный нападающий надо было обзор закрывать, когда защитники бросали. На открытый турнир по хоккею за приз золотой шайбы съехались команды со всего региона. Организаторами традиционного зимнего чемпионата в областном центре стали детско-юношеский центр молодежный и городское управление физкультуры и спорта. На матч открытия скликнулись Ковровская спарта и команда Гуся Крустального «Ракета». Хоккеистам всего 12, а на льду они бьются, как настоящие мужчины. Однако, чтобы не получить травмы, существуют определенные правила. Здесь они, конечно, играют без силовых приемов, потому что все-таки еще достаточно молодые ребята. Поэтому без силовых приемов, а так все остальные правила, как у мужчин. Регламент у нас три периода по 15 минут, как во всероссийском положении, а у золотой шайбы. Посмотреть на игру своих детей приехали и родители-болельщики. С командой они почти всегда и всячески стараются поддержать юных хоккеистов. Турнир во Владимире не стал исключением. Молодцы! Давай! Да зачем? Да кому дал-то он пшутал его? Родители надеются, что их присутствие дополнительно мотивирует юных спортсменов. А вот кричалки припасли на финальные игры. Отмечают болельщики и сплоченность коллектива. А как же? До хрипоты, потом вечером молоко с содой. Но главное поддержать. Мы завтра опять приедем. То есть опять нам надо быть во всеоружии. Александр Макаров, тренер команды «Ракета», возглавил коллектив три года назад. Много времени на тренировках уделил стратегии и тактике, что позволило команде преобразиться. Однако «Ракета» привыкла играть в закрытых помещениях, поэтому сперва возникли трудности. Приехали на открытые, и нам и им было тяжело. Во-первых, погодные условия, снег, тяжелый лед. В целом ребята установку на игру выполнили. Победили, выполнили. У нас были достижения. Мы в том году заняли третье место в областных соревнованиях «Золотая шаба» имени Тарасова. Самое такое высокое достижение. Матч между командами закончился в пользу гусевчан. 4-2. Сам турнир продолжился до позднего вечера. А уже завтра на ледовой арене сразятся юноши-старшие возрастной группы. Всех участников соревнований ждут памятные призы. Михаил Мессиянчик, Артем Горчаков, 6 канал.